Ребята, добрый день! Приветствуем вас на канале нашей грибной банды. Наша сумасшедшая бандформирования, увидев развалы белого гриба на рынке, решила сбежать с работы и поехать на разведку. Один из лесов Черняховского района просто ткнули пальцем. Мы еще не знаем, что из этого получится. Маленьким-маленьким составом на 6 человек. Так что рассаживайтесь поудобнее, смотрите нас на нашем грибном канале. А вот что получится, будет дальше в нашем репортаже. Итак, ребята, мы начали свой маршрут. Еще даже не сдвинулись, вот они, вот они наши машины. И вот, смотрите, вот первый я нашел. Вот такой вот красавец бочонок. Собственно, на них у нас сегодня объявлена охота. И вот Лена. Лена вот такого, вот такого, увидела. Начало хорошее. Самое главное, мы даже еще слова волшебного не успели сказать. Начало положено. О, Николай, еще один. О, еще один рядом. Вот, смотрите. А где рядом я не вижу. А, вот он. Вот он, красавец. Вот такой красавец. Что ж, это становится все интересней. Ребята, согласитесь, при вот таком вот вступлении просыпается какой-то, наверное, адреналин, инстинкт охотника. Вот ты идешь, а они вот такие красавцы стоят. Вот они. Вот видите, как они прячутся. Вот побольше. Побольше. Вот такие красавцы. Адреналин прям зашкаливает. Вот смотрите, их вот только вот присел, даже вот взгляд отвел. Вот они, смотрите. Это ж обалдеть. Обалдеть, обалдеть. Собственно, наша цель. Ну, разве это не восторг? Когда вот таких вот встречаешь, вот они стоят. Это же здорово. Ребята, я уже как-то говорил, что сбор грибов, это не только эйфория от сбора. Ну и километры пройденных дорог. Сейчас минут сорок шли, уходили в лес. В надежде на то, что там будет гриб. Из расчета на то, что чем дальше в лес, тем больше дров. Расчет не оправдался. Пришлось вернуться обратно к машине. Но зато вот такие красавцы, смотрите. Что еще раз доказывает. Слушайся советов старших. Когда старшие говорят, ищи в ельнике. Значит, ищи ельнике. Вот такие красавцы. Самое главное, гриб весь чистый. Весь, который гриб берешь, он весь, весь чистый. Это очень здорово. Ребятки, а то уже было такое, знаете, стадия разочарования. Неужто опять в холостую. Ребята, дождовички пошли. Кстати, очень, вполне вернее, съедобный гриб. Можно кушать. Говорят, очень вкусный. Я не пробовал, не знаю. Вот это вот малышок. А вот тут вот папка стоит. Или мамка. Белые стоят в листве. И даже не расшифруешь сразу. Ботувить такой, когда садится солнце. Конечно, маскируется, дай бог каждому. Крепыши, бочоночки. Красивые. Даже очень. А он еще рядом. Вот такие богатыри. Абсолютно чистенькие. Вот такие богатыри. Ребята, это счастье, такой гриб собирать. Самое удивительное, трудовичок, но именно молочной спелости. Именно молочная. Обратите внимание, у нее незакругленные края. Незакругленные края еще не сформировались. И он молоденький, молоденький, молоденький. Очень нежный гриб. Вот его берешь. Он вот такая консистенция. Он как кисель. И тактильно, как бархат. Нежный, нежный, нежный. Вот это на соление очень-очень идеально. Сейчас покажу место разреза. Вот когда его разрезаешь. Вот он. Он как в масло топленое влазит. Вот еще не проявилось. Или это в это время... В это время года может этого и не проступить. По весне, когда их режешь, выступают такие капельки, Капельки, как вот на хорошем сыре, когда его разрезаешь, Называют еще слезы ангела. Трутовик серно-желтый. Во Франции, например, называют лесная курица. Лесной цыпленок в Европе. Это как-то вот так. Почему удивительно трутовик? Ну, для августа месяца. Это удивительно. Основной сбор трутовика идет тогда, Когда начинается, когда начинают идти сок по дереву. И вот в этот момент, вот апрель-май, он самый-самый-самый вкусный. Рекомендуем. В елках, по посадкам елок. Кстати, посадкам, наверное, ну, лет 50, наверное. Очень большие семейки. Маслят попадаются очень много. Маслята, ну, ковром можно сказать. Они идут, идут, идут. Мы просто в это время маслят, как таковых, не собираем. Самый вкусный масленок. Это тот, который будет в октябре, в ноябре месяце. Как говорят, каждому грибу свое время. Поэтому маслят, я думаю, мы пособираем в ноябре месяце. В прошлом году у нас крайний выезд, крайний, был 22 ноября. Мы собирали маслят, попадался польский белый. Собственно, можно было бы ездить еще за маслятами, продолжать. Но уже мы закрыли. 21 ноября у нас было официальное закрытие сезона. И чуть-чуть поднадоело, будем говорить так, наша грибная гонка. Хотя, после Нового года, по-моему, 12 января у нас был первый выезд в лес. Собирали вешенку, фламулину. И все уже кричали, вся банда кричала. Мы соскучились по лесу. Маслят очень много. Это хорошо. Год будет урожайным. Ребята, о каких маслятках может идти речь, когда идут вот такие боровички. Вот такие четенькие. Вот такие красавцы. Это же, ну, это настолько здорово. Вы даже не представляете. Повторюсь, какая-то эйфория. Обалденные, обалденные, обалденные белые. Вот такие красавцы, крепыши. Это же здорово, ребят. Здорово. Душа поет. А грабовика? Подберезовика грабовика. В траве. Ну, его вот целыми дорогами. Да, уже много, много старого. Но, поверьте, выбрать можно довольно-таки много. При желании, конечно. Вообще, вообще вкусный, вкусный гриб. Подберезовик грабовик. Одна из разновидностей подберезовика. Но, ребята у нас их не собирают. Ну, все заточены на белых эстетах. Блин. И как можно пройти возле вот таких вот красавиц? Это же здоровско. Вот такие красавцы. Вот этого чуть-чуть скрючило. Но, тем не менее, это подосиновик. Четенький подосиновичек. А вот, посчастливилось найти и семейку, небольшую дубовичковку. Дубовик крабчатый. После отваривания, довольно-таки вкусный гриб. Вот такая вот семейка красивая. Вот такие вот семейка вот таких вот красавцев. Обратите внимание, вот, ну ты, друг ты, вот на эту красную ножку. После срезания, он синеет. Вот так вот, моментально почти синеет. Вот такой вот симпатичный грибок. Вот они еще маленькие лезут. Вот они маленькие лезут. Вот они вот замаскировались как красавцы. Маслятушки, ребятушки. С семейками. Свеженькие, красивенькие. Но, повторюсь, мы, я имею ввиду банда, масляток собираем октябрь-ноябрь. Жестковатый подберезовик. Чередуется с подосиновиками. Это линии счастья. А рядом семейки белых. Вот такие семейки. Кучками, кучками, ребята. Вот такие стоят красавцы-бочоночки. Рядом папка ихний. А вот в таком состоянии трутовичок можно отварить 20 минут. И потом перекрутить на фарш. В пропорции 50 на 50 мешаешь с любым фаршем. Без разницы какой. Добавляешь яйцо, мука, лучок. И котлетосы обалденные. Вроде бы мясные, но с грибным вкусом. Обалденно вкусно. Кстати, могу предостеречь. Когда будете отваривать, запах будет, ну, довольно-таки такой неприятный. После отваривания, после того, как остынет, запах уйдет. Всем приятного аппетита. И тут же идут, на мой взгляд, лесные шампиньончики. Ребята, кто ответит? Они, не они. По всей... По... По... Гименофору. По юбочке. Сдирающаяся шкурка. На мой взгляд, это чистый лесной шампиньончик. Причем они и вот такие молоденькие рядом. Ответьте в комментариях, шампиньон ли это то. Красотульки, бочоночки. Вот такие красавцы. Гриб с романтическим названием «Пальцы мертвеца». И опять подосиновик соседствует с жестковатым подберезовиком. Причем, его довольно-таки много. Полянки. Рядом, вот, слышите? Ведра клацают, срезают ясли. Довольно-таки, большая полянка. Ну, разве не здоровско? А вот и первый летний опенок. Здорово! И вот, честное слово, только голову повернул. А вот он и осенний. Вот такие кнопочки. Хм! А вот это удивительно. А вот, ребята, и знаменитый вороночник. Семейка попалась. Или его еще называют в Германии «Зовут труба мертвых». Такое романтичное название. Или же «Черная лисичка». Собственно, когда, если будете их собирать, собирают только шляпки. Ножки не берут, потому что, ну, они резиновые. Вообще, в той же Франции считается деликатесом. Обалдеть! Ребята, богатыря нашел. Жестковатый подберезовик, так называемый. Но настолько большой. Крепенький. Как попа у младенца. Ну, вот такой большой. Вот такой красавец. Вы смотрите. Это ж здоровско. Здоровско-здоровско. Единственное, плохо. Не зря Калининград называли страной дождей и воинских частей. Резко затянуло. И пошел накрапывать дождик. Сейчас, наверное, будем сворачиваться, потому что, ну, неохота мокнуть. Классика жанра. Честное слово, классика жанра. Это настолько здоровский, настолько здоровский. Вот он, упругенький, упругенький, чистенький. Обалденно красивый гриб. Обалденно. Что сказать. По дороге к машине попали вот такой красивый квартал. И беленькие. Тут резать одно удовольствие. Девушек видно очень издалека. Вот такой квартал. Очень красивый. И вот такие красавцы стоят. Вот такие. Обалденно красивые. Единственное, крапает дождь. И стою сейчас на коленях. Снимаю. Ну, колени промокли. Радует то, что в этом квартале вот такие красавцы, они идут за одним за одним. Ну, как не радоваться, когда видишь вот таких вот. Вот таких убачонков. И вот, чем хорошо собирать в таких вот участках леса. Это не сбор, это песня. Видите, какой красавец стоит. Вот такой вот. Вот такой вот красавчик. Вот такой. И самое главное, он упругий. Он обалденно упругий. Вот он какой. Обалденно чистый. Представляете? А самое интересное, его видно издалека. Интересный сбор такой получается. Кусочек. Я не знал про этот квартал. Если честно, сам для себя его открыл. Это очень здорово. Ребята, мы, наверное, будем заканчивать свой выпуск. Поэтому всем спасибо за просмотр. Поддержите наш молодой канал своей подпиской. Сегодня вылазка на высоте. Гриба собрана. Довольно-таки много. Лично я собирал только белый. И набрал, наверное, с учетом того, что наше фирменное ведро, оно 12 литров. Ну, наверное, литров 7-8 отборного белого гриба я набрал. Я очень доволен. То, что набрали участники выезда, даже показывать не буду. не буди лихо, пока оно тихо. Распотребнадзор не дремлет. С учетом того, что они собирали весь гриб, лисичку собирали, подберезовик, подосиновик собирали. Поверьте, это много. Всем спасибо за просмотр. Ребята. Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество. Мира и добра вашему дому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok